Зимовку 5 семей, перезимовало 3. Две пчелиных семьи погибли от резких перепадов температуры. Досадно, но винить в этом можно только аномальную зиму. А вот третьи улья опустил уже весной. Пчеловод уверен, насекомые стали жертвой пестицидов, которыми кто-то из соседей опрыскал грядки. Пчелу собрали нектар, обработанный ядохимедкатами, и, соответственно, вся семья отравилась. У Валерия Плеханова в прошлом сезоне погибли 20 ульев, больше миллиона пчел. На этом поле выращивали рапс. Его очень любят вредители, а потому земли постоянно опрыскивают. После химообработок, которые проводились с нарушениями, происходила гибель пчел массовая. В этом году хозяин поля вместо рапса посеял ячмень. Посеял ячменя, тоже будут обрабатывать пестицидами. Случаи массовой гибели пчел фиксируют во всем мире. Среди возможных версий, которые выдвигают ученые, изменения климата, токсичная агрохимия и даже излучение вышек сотовой связи. К единому мнению пока не пришли, но ясно, насколько пчелы уязвимы. Пчел раздражают резкие движения и запахи, прежде всего сигарет и алкоголя. Если вы пользуетесь духами или одеколоном, близко к ульям лучше тоже не подходить. Могут ужалить. Профессор Альфир Манапов считает, что учитывать стоит все факторы и следить за здоровьем пчелиных семей. Не допускать содержания на пасеке слабых пчел, которые по своей сути являются носителями бактериальных инфекций. В Московской области принят специальный закон об охране пчел. Теперь сельхозпроизводители обязаны уведомлять о начале работ с применением опасных химикатов не позднее, чем за три дня. И кроме того, строго соблюдать безопасную дистанцию. 300 метров от пасеки не должно производиться опрыскивание ни в каком виде, ни авиации, ни наземное опрыскивание. Для того, чтобы нам агропроизводитель не сказал, что он не знал, что здесь находится пчеловод, вводится реестр пчеловодов. Гибель пчел – это видимая часть айсберга, вреда наносимого живой природе, здоровью людей. Если погибнут пчелы, погибнет весь мир. Это не громкие слова. Вымирание пчел – прямая угроза человечеству. Без естественного опыления большинство культур выращивать в необходимых объемах будет попросту невозможно.